18 часов и 10 минут в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Мы вернулись в каникул. Наталья Ивановна, здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Мы в прямом эфире. Рады вас всех. Открытие сезона. Открытие сезона. И открываем его фигурой, которая, может быть, не столь значительно в мировой истории, но значительно в нашей культуре. Как выяснилось, мы с Натальей Ивановной не делали про него передачу, что было открытием настоящим. Речь идет о Людовике 13-м французском. Кстати, недавно мне дали статистику. У нас три с половиной года выходил журнал «Дилетант». Соответственно, вышло 45 номеров. Единственный номер, которого вообще не достать, это номер «Трем мушкетерам» посвященный. Нигде не остался. Гений Дюма не оскорил. Его, к сожалению, Гений Дюма нарисовал нам такого карикатурного короля, который затем отразился в кинематографе. Его играл Олег Табаков. Наталья Ивановна Басовская, Людовик 13-й с нами. Я Алексей Алексеевич Венедиктов. Я рады, что мы встретились. И Людовик 13-й с нами. Действительно, не очень звонкая вроде бы такая, не очень фигура заметная. Карикатурная. Карикатурная. Его сделали таким, конечно, но о нем и научных монографий, вот фундаментальных, нет. Так что это сложилось так вот как-то его судьба. Он затерялся в тени таких ярких фигур, как отец Генрих IV, основатель династии Бурбонов. Ришелье. Кардинал Ришелье. И Дартаньян. Как при нем не затеряться. И Дартаньян. Сугубо властная мать Мария Медичи. И гений Дюма. Произведения Дюма, они столь яркие. Кто его любит, большинство любит. А когда не любит, это не влияет. Они все равно ярко отпечатываются. А в сознании россиян образ, созданный талантливейшим Олегом Павловичем Табаковым, не имеющий, видимо, ничего общего с реальной фигурой, но он западает. Вы уже сказали, карикатурный. Да, занятный, смешной, только ужасно непохожий. А в нашем сознании он есть. А где же реальный? Вот мы попробуем сегодня поискать реального Людойка XIII. Надо сказать, в конце XX и начале XXI века во Франции в основном неоднократно предлагаются статьи и имнографии с подзаголовком «Новый взгляд на Людойка XIII». И в этом новом взгляде, ну, многое, и у нас тоже появилось, например, там, он как артист, до этих его артистические увлечения художественные, до этих пор все только приписывалось его сыну, Людойку XIV, Солнце, который обожал выступать на сцене, а все-таки, пожалуй, у него это было наследственно. Итак, какой же он был реальный новый взгляд? Ищут новый взгляд, по-моему, не нашли пока, но поищем и мы. Примем участие в этом движении. Происхождение, как всегда. Люблю ваше выражение, наш мальчик, никуда совершенно не могу от него деться. Все они были мальчиками, наши персонажи. Иногда девочками. Иногда, я говорю, мужского рода. Отец-король Франции, Генрих IV. Основатель династии. Генрих Наварский, да. Новый династии Бурбонов. Мать вторая жена Генриха IV Марии Медичи. Не королевского происхождения. Дочь великого герцога Тосканы Франческа I. Но проявившая удивительную потребность к тому, чтобы быть только королевой. И вся ее дальнейшая жизнь показала, как страстно она любила власть. Она отказывалась от многих предложений. Только потому, что не королевские, хотя очень достойные. Семь лет шла борьба за то, чтобы Генрих IV осуществил развод со своей первой женой. С подачи Дюма только королеву Марго. Уж как Александр Дюма сказал, так оно и есть. Маргарита Валуа. И, наконец, развод был получен. Не все там, наверное, было на самом деле. Законно что-то, может быть. Ну, что-то куплено. Развод в королевском семействе очень сложен. Только римский папа может дать разрешение. А римский папа, хорошо это зная, ставит множество всяких условий. Брак был нужен Франции. Потому, что, как это ни смешно, Великое герцогство Тосканской, правитель этого небольшого государства в центре Италии, был гораздо богаче. В тот момент его казна была более богата. Чем французская королевская, где было очень много долгов. Гражданская война. Да. Они не очнулись от длительных гражданских войн или религиозных войн. Второй половины XVI века они не очнулись. И не пришли в порядок. Париж вообще было в разорении. Например, свадьба стоялась не в Париже, потому что Париж был в таком состоянии, что там было не до свадьбы. Мы не очень понимаем, что такое послереволюционная эпоха. И все-таки развод состоялся, и брак заключен осенью 1600 года. Еще до брака Геннадий IV писал своей невесте, замечательный есть момент, из его письма его процитирую, «Мы могли бы сделать красивого ребенка, который заставит радоваться наших друзей и плакать наших врагов». Речь идет о нашем персонаже. Не получился особенно красивый, но он был запланирован. И план был выполнен. Надо сказать, что Геннадий IV был фигурой яркой во всех отношениях. Но планы вот такого рода ему удавались особенно блистательно. А ровно через 9 месяцев родился наш мальчик. Да, это был продукт брачной ночи. Да. Брачная ночь была совершенно феноменально неудачна. Ну, как неудачно? Ребенок родился. Сейчас неудачно. Потому что после этого практически долгие годы, около 20 лет, Людовик XIII избегал. Геннадий IV избегал. Папа-папа. Да, он не стремился к контактам. Но дети рождались. Он появлялся редко. А дети рождались. У него всегда получались эти вещи. Но первый, именно Людовик XIII, был особенно нужен, потому что ему нужен законный наследник. Геннадий IV уже немало лет. Он совершенно не юный. Да и жена его, тоже из рода Медичи, Мария, она по тем временам уже немолодая девушка. И 26 лет. И поэтому ребенок срочно нужен. Дети нужны. Они рождаются регулярно. Старший Людовик. У него потом рождаются три сестры. Все распроданы. Династический товар. Это что-то невероятное. Изабелла в Испанию. Кристина в герцог Стосовольское. Геннадий Амария в Англию. В будущем это будет вдова казненного Карла Первого Стюарта. Плюс один брат. Один умер в младенчестве, Николя. А в живых остался один очень заметный и злой гений нашего Людовика XIII. Это Гастон Герцог Орлеанский. На семь лет младше. Совершеннейший антипод Людовика XIII по характеру. Людовик растет в очень большом внутреннем одиночестве с очень раннего возраста. Сестры розданы, так сказать, по всей Европе. Отец убит Геннадий IV, когда Людовику 9 лет. То есть, сознательно мать он почти не знал. Накануне своей гибели это произошло 14 мая 1610 года убит католическим фанатиком Равальяком. Накануне он короновал только накануне Марию, у которой было уже столько детей. Потому что уже думал, были предчувствия, предсказания, что угодно о том, как перейдет корона к его сыну. Надо сказать, что в раннем этом детстве, почему он был одинок, братья и сестры, где-то. Характер у него очень своеобразный. У Людовика он замкнутый. Сейчас бы сказали, с чертами аутизма такого, или меланхолии, чего-то такого. Меланхолия, говорили. Да, у него несомненное происхождение, но тень угрозы его будущему есть. А французский двор этого времени это интернет. Начало XVII века. Там все говорят. Они так наполнены слухами, как сегодняшний интернет. Ну, в пределах, допустим, Лувра. Зато все говорят, что есть тень угрозы, несмотря на абсолютно законное происхождение. Ибо у Геннеха IV, к закату его жизни, очередная из многих, безумно энергичная. Не такая, как многие предшествующие любимые. А это энергичная любовница, фаворитка Анриэта Дантрак. Она почти через год после рождения Львовика тоже родила мальчика. И вдруг выглянула идею, а не заставить ли ей Геннеха, стареющего уже и болеющего, признать наследником именно этого, незаконного мальчика. Потому только, что тот болезненный, тот своеобразный, меланхоличный, слаб физически, а вот этот... И вот мальчик растет одиноко. У него обнаруживаются привязанности довольно своеобразные. Об этом есть информация небольшая в мемуарах современников. Больше всего он страстно любит охоту. И охота именно на птиц. И особенно на дроздов. И он любит дроздов. Это потом в марганзорском балете будет сюжетом балета. Он любит охоту на дроздов. Почему ему так надо убивать дроздов, я не знаю. Но печально то, что по рассказам он любит их не просто убивать. Ломать ножки, ломать крылья, выдергивать перья. Не очень хорошие симптомы. Совсем не похож на того, кого играет за Олег Павлович Табаков. Плюс к этому находится под железной пятой своей матери Марии Медичи. Она еще не коронована до 9 его лет. Но она властна невероятно. Любит власть со страстью невероятной. И она руководит им во всем. Вот мальчику 9 лет. Убит Геннех IV. По законам эпохи, монархии она должна, мать, стать законной регеншей. Тем более ее вчера короновали. Но формально, и это все знают, на 4 года. Мы можем сказать, ой, какой большой строк. А Мария, по-моему, говорит, ой, как коротко. Потому что в 13 лет наследник короны считался уже совершеннолетним. И так не 4 года, которые она правит и правит. И наслаждается. Он никто и ничто. К его характеру это не добавляет радости. А через 7 лет, 13, и парламент парижский, высший суд во Франции, объявляет Людовика 13, нас тоже совершеннолетним. Так. Но она от регенства не отказывается. А он пишет трогательное, жалестное, скорее, обращение, что я не жальше прошу мою матушку продолжать руководить мною и Францией, как она это делала до сих пор. Это все ломает. Это сгибает его. Он, конечно, пишет это не особенно добровольно. Тем более, что у матери есть совершенно выдающаяся неприятный фаворит. Кончино Кончини. Сын флорентийского нотариуса. И муж ее любимой подруги. Ее единственной подруги с юности, молочной сестры, Леоноры Галлигай. Многие довольно всерьез по сей день считают, что Леонора Галлигай обладала, портрет тоже подчеркивает это, какими-то еще магическими свойствами. Ведьма. Сегодня мы сказали бы экстрасенс. Да. Тогда ведьминскими ее казнят именно за колдовство. Что как бы она могла внушать людям, но в особенности Марии, то, что она хотела внушить. И вот в итоге ее муж, ее это не напрягает. Кончино Кончини фаворит королевы откровенной. Мария осыпает его драгоценностями, постами, землями, восстанавливая для него отмененную была должность конетабля Франции, главнокомандующего. Сын флорентийского нотариуса, итальянец, становится главнокомандующим Франции. Ну, какой ненависть он окружен, представить не трудно. Но при этом он откровенно пренебрегает Людовиком. А Людовику он уже не ребенок. Это уже юноша. Это уже юноша. К 15-му году ему 14 лет. В те годы это юноша. Он объявлен год назад совершенно летним. А этот позволяет себе не снимать шляпу в покоях короля. Это оскорбление. Супервысокое. Ну, мы помним потом в принце и нищем у Мартвена это будет высшая привилегия не снять шляпу, сесть. То есть, то, что по соревнованию очень строгому того времени недопустимо. И этот, как они же, конечно, все говорят, не по-русски, по-французски, но суть та же самая, это итальяшка. Очень не любят итальянскую партию, очень настроены. Медичи же оттуда, Мария оттуда, она из рода банкиров флорентийских. Он тоже флорентийский нотариус. Вот они нами руководят. И возвышен до того, что позволяет себе пренебрегать титулом короля. Семейная жизнь Людовика это тоже удивительная какая-то изломанная трагедия. Казалось бы, затеян прекрасный брак с красавицей, первой красавицей Европы. Вот второй считался, почти официально, их нумеровали всегда, герцогиня до Шеврес. А первая, это, конечно, Анна Австрийская, испанская принцесса. О ее красоте. Ну, Дюма прекрасно это все передал. О ее утонченных руках. Нежная ручка, которой она махнет своему жениху. Он поскачет посмотреть на нее перед бракосочетанием. Они не были знакомы. Браки в королевских семействах это что-то как-то... И фотографий не было. И ничего не пришло через интернет. Это просто поразительно. Итак, супружество. Мария Медичи сама, конечно, подбирала эту невесту. Но тут возразить трудно. Это дочь испанского короля. Правда, это уже закат Испании. Испанский король Филипп Третий, внук когда-то великого испанского правителя императора Карла Пятого. Это начало заката Испании. Они не богаты. Вот он торгует своими дочерьми. И на этом, в общем, чего-то дипломатическое и финансовое получает. Это брак двух детей 25 октября 1615 года. Им обоим, и Ане Австрийской, и Людовику 13-му по 14 лет. Он после бракосочетания хотел вообще удалиться к себе. Трудно, но вот его натура, его характер. Он тихо, мирно, после пиршества некоторого, придворные еще продолжали пить, развлекаться, а он хотел и тихо ушел к себе. Но тут явилась мать Мария Медичи. Это удивительная, хваткая, сильная женщина, которая скоро закажет Рубинсу, и уже заказала, портреты свои. 22 портрета из ее жизни и великих деяний. ни одного великого деяния за ней нет. Она приходит и говорит, сын мой, следуйте за мной в спальню вашей невесты, то есть жены, оговорилась, для выполнения супружеского долга. И оставляет для контроля двух, их называют в литературе кормильцами, ну, служанок, наблюдательниц. Можно себе представить эти условия для врачной ночи. И отчуждение супругов после этого уже это не то, что вот там, допустим, Геннадий IV не увлекался любовью к Марии Медичи, но заходил, дети рождались регулярно. А тут практически на 22 года, до знаменитого чуда 1638 года, до рождения будущего Людовика XIV, почти полное отчуждение. современники, а теперь вслед за ними историки, заняты подсчетами. Сколько раз все-таки супруги встречались как супруги? Иногда по косвенным каким-то сведениям. Например, Анна Австрийская не любила спать в постель на французский лад, чтобы под головой был валик. Она говорила, что у нее болит ее нежная шейка от этого. И вот если король приказывал, чтобы в ее спальне нынче был валик, где придворный... Вообще представить себе, Алексей Алексеевич, эту атмосферу, эту жизнь, когда все наблюдается, все подсчитывается, все обсуждается, отправление отбытия ко сну и подъем, так сказать, пробуждение королевских особ происходит при толпе придворных. И поэтому вот эта семейная жизнь, она, конечно, очень своеобразная, можно сказать, не сложилась. Должны были кем-то быть заменены эти отсутствующие эмоции. А у Генриха четвертого отца фаворитками, а у Людовика тринадцатого фаворитами. Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так» про Людовика тринадцатого справедливого. Наталья Ивановна, вы сказали про фаворит, не было фавориток у него. Не было, зато были фавориты еще какие. Итак, после 1614 года остается противоречивая ситуация. С одной стороны, Мария не уступила регенство, мать остается регеншей, хотя, конечно, признан парламентом, и она, конечно, нелегитимна. И Людовик, объявив, что он это принимает, что он с этим согласен, даже просил мать, конечно, хочет чего-то своего, где-то самоутвердиться, и он возвышает, он начинает находить фаворитов, и очень возвышает фаворита Шарля Дальбера Люиня. Этот человек из мелкого, опять, тосканского дворянства, вот просто вот рог такой, все оттуда, из Италии, был в свое время приставлен еще к маленькому дофину Людовику, его отцом, Генрихом IV, ну, как воспитателем. Они очень сошлись на любви, страстной любви к охоте, их сблизила, в частности, охота и интерес к птицам, своеобразный, о котором я сказала. Потом, впоследствии, Люинь очень удачно женился на будущей герцогине де Шеврес, красавицы и оппозиционерки. И, наконец, вот главное, что, видимо, было важнее всего для Людовика XIII, и, может быть, уже давно имелось в виду, что этот насквозь свой человек, уже родной ему человек, организовывает убийство фаворита матери Кончина Кончини. Это то, видимо, о чем очень давно и очень страстно мечтал этот молчаливый, меланхоличный человек. Произошло просто откровенное убийство, затем... Как говорится, при попытке к бегству. Да, ему организовали попытку к бегству. Поняв, что его хотят убить, он всего-навсего крикнул стража, мы вспоминали с вами это, ко мне, типа сюда... На мосту ловра. Да-да-да, это назвали попыткой бежать, сопротивляться властям. Ему, типа, сказали, вы арестованы, а он крикнул ко мне, это сопротивление. Все было запланировано. Тут уже зарезано. Конечно. Затем очень быстро состоялся казнь его супруги Леоноры Галлигаи за колдовство. То есть, и приговор очень серьезный, и все быстро казнь совершается. И королева-мать отстранена от власти. Это, видимо, то, к чему Людовик XIII уже некое время очень даже стремился. И 17-й год, значит, ему 16 лет. Он еще три года после своего объявленного совершеннолетия терпел. Больше терпеть было невозможно. Надо сказать, что Кончини, конечно, превзошел все возможное. Помимо внешних проявлений неуважения, он старательно распространял слухи о неспособности Людовика XIII к управлению. возникали идеи при дворе о том, что лучше бы его заменить младшим братом, вот я упоминал о Гастоном Орлеанском, он становится хроническим, предполагаемым и реальным лидером оппозиции. Гастон Орлеанский моложе на 7 лет, веселый, красивый, жизнерадостный, ну, то есть, совершенно другой. И даже была такая мысль заменить его Гастоном Орлеанским, развести Людовик XIII с красавицей Анной Австрийской, а чтобы Людовик Орлеанский на ней женился, и тогда пойдут дети, дети, дети. Ведь в это время нет никакого, никаких детей, никакого намека, что Людовик XIII будет знать, кому передать власти. А младший брат Николя-то и умер в 11-м году, вот тот самый. Да, Николя умер. И поэтому в этой ситуации вот какие-то резоны заменить. У него нет детей, он такой вот своеобразный, занеспособный. И маленький Гастон. Еще совсем крошка. Да. И заменим его Гастоном. Людовик очень возвысился после этого переворота с Кончини и Марии. Она потом на время примирится с королем, но на время. В общем-то, ее власть на этом кончается. Как пишут придворные мемуары, сообщают, Людовик по существу монополизировал право доступа до королевской особы. А это очень страшно. При абсолютизме эта абсолютистская система по-настоящему решает один человек. И чтобы что-нибудь решить, надо получить его решение. И тот, кто монополизировал возможность поговорить с первым лицом, держит в своих руках очень важные рычаги власти. Легко представить, какой ненавистью был окружен этот Людин в ответ. И его скорое падение, смерть, вернее, подтверждает, видимо, что что-то произошло. Он хотел сделать еще одно для Людовика XIII, удовлетворить склонность короля к тому, чтобы все-таки прославиться как воину на войне. Король, не воюющий в эту эпоху и не прославленный как воин хоть на каком-нибудь основании, конечно выглядит неполноценно. И вот Людовик уже неоскораз пытался принимать участие в военных действиях, хотя это ему не по натуре, более-менее удачно. Напоминаю, что в 1618 году началась так называемая 30-летняя война. Вся Европа воюет. Главные противники это Франция, соперники, и Габсбургская Испания, и Габсбурги в Нидерландах. То есть это очень большая долгая война. И вот в рамках этой войны в 1620 году в Биарне, а это в сущности родина отца Людовика XIII, это юго-западная Франция, на границах с Наварой и с Испанией, произошла неудача у Людовика. Большая неудача военная под городом Монтабаном. Он не сумел взять этот город, затратил много сил на осаду, она была неудачной, Люин потерпел поражение. И как-то сразу, после этого очень скоро, в декабре 21-го года, внезапно умер. Люине 42 года, смерть от болезни, как пишут современники, ну, конечно, наше представление о медицине не такие разные. Понять что-либо, что они пишут, трудно. Ну, современники наши говорят, что описание симптомов напоминают, как это не смешно, скарлатину. 42-летний человек вдруг заболел скарлатиной. Я, конечно, полагаю, что в это время, это же, господи, времена Екатерины Медичи, ее эпоха, и прочих отравителей, наверное, эта скарлатина была вызвана его ненавидели. И сколько бы ни говорили современные исследователи французские, им почему-то очень хочется все-таки о самостоятельности Людойка XIII, что он мог быть самостоятельным королем, и бывал, случались с ним такие поступки, да, особенно, когда корал заговорщиков, тут он был очень суров. Осознанно или неосознанно он ищет замены вот этого, этой пустоты после ухода Люиня того, кому он может доверять абсолютно. И очень находят неожиданную фигуру. Это епископ Люсона Арман Жан-Де Плеси де Решелье. Это человек, который служил у кончини. Вот правда тот Людойк XIII поступает неординарно. Он служил у кончини. Его рекомендовала своему фавориту Мария Медичи. Он, конечно, изменил Марии Медичи, своей благодетельнице. Кончини убит. И все-таки сумел, она в немилости Мария, он сумел как-то об этом великом человеке, много, действительно, фигура огромная, думают, пишут, есть замечательные произведения, нет времени сейчас их анализировать. Ему 36 лет, он на 16 лет старше Людовика XIII. Это же как Людин, кстати. Людин же тоже старше был. Тот же возраст. Тот же возраст. У него будут под занавес. Алексей Алексеевич, я ничего не хочу сказать, но это факт. Я имею в виду, что это политический фаворит. Я ничего не хочу сказать. Происходит постепенное возвышение умного решелье, умного, тонкого политика. Это 1624-1629 год. На пути, 29-й, это триумф вообще решелье, падение Лерашели, все известно по произведению Дюма, и это правда, падение Лерашели, и он становится первым министром только в 29-м году. Но до этого, еще заботами Марии, он с 1624 года член Королевского совета. Не сразу. Остается, да. И остается им до самой смерти. Он необходим, он становится очень нужным. И очень важное событие произошло в 1626 году. Ключевое событие заговор опять Гастона Орлеанского и графа Шале. Оппозиция не унимается. Ставят цели заговорщики убить решелье. Это всегда первым пунктом. И ведь этот человек умер в своей постели. планов его убийства было немыслим много. Убить решелье, свергнуть Людойка 13-го, опять-таки заменив его братом, возможно, женив на Ане Астрицкой и так далее. Произошло разоблачение. Разоблачение произошло по глупости, наивности, что ли, я не знаю. Бывает. Да, 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 да. Бывает. Сам исполнитель, поклонник герцогини Дешеврес, молодой, 27 лет, Анрида Толеран Перегор, маркиз Дешале, сам рассказал о заговоре своему дядюшке, камергеру де Валансе, а тот кардинал. Все по глупости. Конечно. Полная расправа с заговорщиками. Разоблачение, казни, придворная знать, элитная теснена. Главный результат для решелье, главные результаты. Король выделяет ему постоянную охрану. У него появляются свои телохранители. Сначала 50 человек, потом их станет, они умножатся до 300. Это мушкетеры короля были в голубой форме, а вот эти мушкетеры кардинала в красной. И решелье, как правило, очень даже пользуется этой охраной, появляется, как правило, в сопровождении своей охраны, он становится более осторожен, он действительно тоже хочет умирить свои постели. ему совершенно ни к чему уходить из жизни в результате заговоров. Ведь к этому привыкнуть, вероятно, невозможно. И вот происходит в 1629, после вот этих удачных разоблачений, заговора Шале, торжество Решелье, которое бегло упомянуло, капитулировало наконец Ла-Рошель. Это мы просто недооцениваем на самом деле того, что тогда было во Франции. Совершенно точно. Это как Чечня. Это оплот гуденотов, это французские кальвинисты, это особая такая вариация кальвинизма, французская реформация, это государство в государстве, это отзвук религиозных войн, которые, казалось бы, завершены, иенович 4, сказав, что Париж, что это, мессы, разрешил гуденотам иметь свои центры, города. Да, сначала их было много, сначала их было много, а потом их становится все меньше и меньше, и Лерашель это последний оплот, реальный оплот гуденотов. Это город, расположенный очень важно географически, стратегически, это мощная военная крепость. Сам кардинал пребывает под стены Лерашели, даже находится на дамбе, рискованно, он рискует. То есть, картина замечательная. Вон, да, есть картина. в окружении военных, на передовой. Это была правда. Это не как Сталин, осматривающие укрепления, не Сталин на фронте, он действительно там был. Это была правда. И вот капитуляция произошла. Страшное событие. Из 28 тысяч человек, по современным подсчетам, в живых Лерашели остались около пяти тысяч человек. Город заполнен трупами. Об этом писал даже сам Ришелье. Хотя формально остается свобода, частичная свобода веры и исповедания, гугенотов еще не уничтожают полностью, но это, конечно, большое поражение политическое и религиозное. И, наконец, точка вот в этом полном торжестве политики Ришелье Ришелье это событие 10 ноября 1630 года, которое с подачи одного из придворных, который сказал, употребил это выражение, называется в французской истории день одураченных. Или обманутых, но одураченных по-русски как-то... более простонародно. Да, по-русски это как-то точнее передает существо. Что это такое день одураченных? Окончательное политическое торжество Ришелье, которое опиралось на... которое связано с неудачной последней попыткой самой Марии Медичи, королевы матери, устранить, удалить наконец этого немыслимо властного кардинала. Сын устранился. Давайте мы все-таки Людовик разговариваем. У нас главный Людовик все-таки. Он болен. Считается он болен. А возможно даже при смерти. Постельный режим. Да, 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 да. У него постельный режим. И сейчас же проходит слух. А Ришелье даже подал прошение об отставке. Король при смерти, вот он умел вовремя... Он был нездоров, это правда. Всю жизнь у него находят признаки эпилепсии, нарушений работы печени и почек, хотя никогда не пьянствовал. То есть он был очень слабого здоровья от рождения. И потому представиться совершенно умирающим ему было не трудно. Он умирает, Ришелье считается дрогнул, подал прошение об отставке, и все заговорщики пошли в открытую, вабанг. Мария Медичи прямо говорит сыну немедленно устранить кардинала. Примерно так. Или я, или кардинал Ришелье, он же первый министр. А за дверью братик ждет трона. Все, Гастон который раз. Он уже столько раз перегорел, когда власть вот она рядом. Гастон Орлеанский готов. Кажется, все. И сторонники этого заговора, ну, прямые участники, и сторонники этой оппозиции, придворной оппозиции, конечно же, просто уже начали пировать, радоваться, что все свершилось. Но здесь король сделал выбор. Вот когда, вы правы, нельзя говорить его абсолютному безволии. Он сделал выбор, хотя, по-моему, очень понятный. От тирании матери он столько лет страдал, может быть, даже его супружеская жизнь под материнской тиранией была, раздавлена материнской тиранией, и постоянные разговоры, что она австрийская враг, и так далее, что вот выбирая или я, или Ришелье, кардинал Ришелье, он выбирал не между любимой матушкой и министром деловым, он выбирал, ну, тираничным министром, между тиранкой матерью, которая была регеншей незаконно очень долго, и умным, и подчас деликатным и хитрым. Почтительным. Почтительным внешним. Мама никогда не была почтительной. Описан такой эпизод. Ришелье входит в покое короля, и вдруг король Людовик отступает в сторону и говорит, проходите первым ваше преосвященство, ведь все говорят, кто у нас во Франции первый. Можно было растеряться. Ришелье, явно протест короля, обида. Ришелье хватает первый попавшийся какой-то канделябр со свечами и говорит, вы правы, ваше величество, я должен идти первым, освещая вам дорогу. Ну, умен был кардинал Ришелье. Не будем вспоминать Арчибальда Арчибальдовича. По-другому, выше и умнее. И он выбрал умного, удобного, при котором он может чувствовать о спокойном. Расправа с заговорщиками была страшная, с теми, которые так промахнулись. Маршал, герцог Монмаранси пытался пойти с войсками, чувствуя, что дело их гибнет, в 1932 году был разбит, через полтора года, в 1632 разбит. Герцог Монмаранси казнен 30 октября 1632 в Тулузе. Немало других казней. Казнен маршал Луиды Морильяк в тюрьме умер канцлер Мишель де Морильяк, его прочили на смену Решелье. Герцогина де Шеврес сбежала в Лотарингию, и в итоге устанавливается стабильность, которая очень важна, ведь не закончена 30-летняя война. Успехи Франции в этой войне сомнительны. В итоге там не будет единственного победителя. Франция кое-что получит, но триумфа такие не будет, и его сейчас нет. И вот теперь, в этот момент, вот 635 год, Людовик предается еще одному, оказывается, обожаемому занятию, театру, балету. 15 марта королю 34 года, 1635 года состоялся знаменитый марлезонский балет в замке Шантии близ Парижа, потом был повторен еще в аббатстве около Парижа. 16 актов, правда, коротких. Совсем не похоже на то, что мы видели в нашем хорошем кинофильме. сюжет, музыка, костюмы, все приличном участии короля. Это пастераль. Это балет на тему охоты на дроздов. Два страстных объекта его страстной любви соединены в этом марлезонском балете. Лично Людовик XIII исполнил роли поразительно торговки шанская роль приманками для дроздов и крестьянина. Ну, мы помним кинофильм, где он в роскошном костюме, Алиса Фрейндлих еще более красная, в роскошном платье, подвески, там и сфигурирует. Это другая история, хотя она имела место в некотором роде. Но это реально была. Пастераль, сын Людовика XIII, апогей французского абсолютизма Людовик XIV, не будет играть в пастералях почти. Он будет предпочитать пышные, героические, мифологические сюжеты. А это все-таки пастераль. И моя гипотеза, мое предположение, что, в общем, этот марлезонский балет, это какой-то апогей его долгого, мучительного пути к власти достаточно реальной. Ибо он понял, что с Ришелье спорить не надо, невыгодно, неудобно, неполезно. И вот эта его реализация в балете передает внутреннее наслаждение победой. Впереди еще много и радостного чуда 1638 года рождения сына Людовика XIV и печального 1642 заговор маркиза Анлида Сен-Мара послал фаворит. Он целовал руки этому Сен-Мару, ну что поделаешь. А он его предал. Ришелье потом скажет, предательство это вопрос времени. И очень хорошо умел высказаться. Сен-Мар предал, включился в заговор, казнен, казнен, фаворит, которым он целовал руки. Король грустит, но соглашается, что Ришелье прав, его надо казнить. После этой казни этого заговора Ришелье умер через шесть месяцев, Людовик через один год. Они остались у власти, политической власти во Франции нерасторжимым, не хочу никакого слова более современного, дуэтом, находившимся на вершине французского расцвета, французского абсолютизма, почти на пике. Пик не за горами. И Ришелье в 39-м году, в 1639-м году установил конную статую своему Сижерену. А санкилоты французские ее снесли. Кому поставил... А затем заново установили уже... Кому поставил... Не конная уже... Статую Ришелье. Кому? За что? И почему справедливый? Справедливый это типа самоназвание или придвонная листь, а Ришелье поставил памятник королю за то, что у него хватило ума оценить этого первого министра. Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так» о Людовике XIII. «Все так» «Все так»